Смотрите, какой у меня тут прекрасный крысёныш. Её зовут Дуся. И сегодня я хочу узнать, чем же будут угощать символ Нового года. Давайте отпустим человека домой. Или вот к Екатерине Алиной в руки. Она специалист. Она нам сегодня расскажет, чем же питаются, собственно, крысята и чем их будут угощать. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рацион наших любимых крысок достаточно обширный. Они всеядны, они любят творог, варёные яйца, мяско и белковую пищу. Самым главным для них угощением являются вот такие вот фруктовые палочки. Сейчас я вам их покажу поближе. То есть вы уже начали угощать малышей? Да, сейчас мы уже их угощаем. Крошечки. Ну, они уже там всё Новогодние. Вот такие вот фруктовые палочки. Это зерновая палочка, пропитанная мёдом или фруктовым соком. Делается она достаточно просто. Да, зёрнышки, семечки, различные зерновые и другие продукты. Они пропитываются сиропом, спрессовываются, подсыхаются и угощаются. В общем, всем любителям крыс, если у вас они есть дома, вы теперь знаете, как приготовить вот такое новогоднее угощение для своих любимцев. Давайте им отдадим назад. Будем задабривать символ Нового года. И кроме крысок, давайте поговорим, чем будете угощать вообще обитателей, например, больших своего парка. Чем порадуете белого медведя, тигра, волков, может быть? Мы уже начали радовать наших питомцев. Недавно белым медведям, а белой медведице Урсуле Дед Мороз принёс огромный мешок запашистого сена. Она как настоящий, как будто бы котёнок с ним играла, баловалась. Марфу, белую медведицу, мы угостили волшебной коробкой, в которой было вкусненькое мяско. А Авроре с Феликсом досталась ёлка с украшением в виде морковок и свеклы. Белые медведи морковку едят. И свёклу, да, кушают. Это у них такое лакомство, которое не всегда попадает в рацион, а вот именно в определённые дни, как вкусняшка. Вот так вот их задабриваем. Вообще, конечно же, и обезьянкам увеличиваем рацион, даём какие-то вкусняшки. У них очень много фруктов, даём какие-то ягоды, возможно. Возможно, тиграм стараемся как-то преподнести более интереснее мяско. Там бывает такое, что лепим снеговичка, а в снеговичке там куда-нибудь прячем какой-нибудь вкусный кусочек мяска, чтобы им было интереснее его добывать. Я хотела сказать, что есть такая традиция прятать что-то в пельмени, как сюрпризик такой, про морковку со свёклой. Мы тоже, мы почти как белые медведи, ну, если помним, да, рецепт салата сель под шубой, то вот всё правильно. Если побольше положить морковки, то, в общем-то, мы почти как Урсула. Феликса Аврору угощались. Феликса Аврору. Вот. Малыши такие там хорошие, давайте немножечко ещё их посмотрим. Они такие пушистые, у них бачка. Сразу видно, что крыски готовы становиться главным символом года. Открывать. Открывать, да. А эту зовут? Это Капучинка. Смотрите, у неё такие прям кофейные пятнышки. Ой, ой. Но пока я буду знакомиться с крысками, для вас блок полезной информации. Скажи, с Новым годом.